МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советы для того и нужны, чтобы менять жизнь к лучшему. Поэтому в нашей программе 100 советов мы продолжаем искать и делиться с вами только полезной и актуальной информацией. Здравствуйте! С наступлением холодов многие сталкиваются с проблемой. Замерзают ноги. А что делать, если нужно не просто добежать до работы или магазина, а провести весь день на природе? В этом вопросе ничто так не поможет, как сапоги из натурального меха и кожи. Подсказку о том, где искать такую теплую обновку, смотрите в следующем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это только на витринах магазинов обувь появляется, словно по взмаку волшебной палочки. Но в мастерской за каждой новой парой стоит кропотливая и поэтапная работа. Берем колодку, стелька тоже войлочная, несущая, потому что, как известно, зимой холодно. Чтобы не промерзала. Ну и все, поехали. Николай Ниешко производством обуви занимается более 8 лет. Весь процесс работы, начиная с эскиза и заканчивая пошивом, он делает вручную. Сначала колодки пришивает в теплую войлочную подошву. Затем по заготовленному трафарету все детали будущего изделия, выкройки из меха и кожи, соединяет с колодкой. И лишь потом мастер приступает к следующему этапу – затяжке. Кстати, она должна быть достаточно сильной, чтобы эластичная кожа натянулась и села на изгиб колодки плотно. Получается вот такая штука. Ставим на просушку. Высыхает. В течение некоторого времени все. Она просто приняла форму. После принятия формы и высыхания следует еще один обязательный этап – рантование. Кожаной лентой, рантом мастер скрепляет между собой обувную стельку и сам сапог. И слезаем лишнее. Это межподошва, да, войлок, чистый войлок. На нее уже будет просто клеиться сама резиновая подошва. Но перед этим все детали вновь прошивают крепкими нитями. Стежок за стежком и никакого клея. После соединения с подошвой готовая модель полируется. Теплые унты, ботинки и полуботинки, а также сапоги из мека оленя и изюбря – как для мужчин, так и для женщин. Кстати, чаще всего дамы выбирают сапоги из замши. А вот мужчины, наоборот, предпочитают обувь из натуральной кожи. В этом году мы сделали новую мужскую, скажем так, линейку. Это натуральные кожаные ботинки, полуботинки с тиснением, скажем так, крокодила, каймана. Теперь можно не бояться крепких амурских морозов. Ведь такая обувь не только согреет, но и прослужит не один сезон. В такой ненасти нам как никогда не хватает активности и энергии. Ощутить заряд бодрости можно, выпив чашечку крепкого и ароматного кофе. Правда, такой напиток оказывает лишь кратковременный эффект. Чего не скажешь об утренней зарядке. Ее польза неоспорима, особенно если выполнять упражнения регулярно. Сколько времени нужно уделять физическим нагрузкам, расскажу далее. Фитнес по утрам – отличный способ проснуться, а также улучшить свое самочувствие. Легкие и эффективные упражнения не отнимут много времени. Разогреют мышцы, взбодрят и настроят на активный день. Заниматься можно как дома, так и в специальных спортивных центрах под руководством инструктора. Приобрести полезную привычку тренироваться – нетрудно. Главное – выполнять упражнения регулярно и последовательно. По словам тренера Светланы Тарасовой, групповые тренировки выбирают в основном женщины. На занятиях всегда очень позитивная, хорошая атмосфера. То есть человек приходит, конечно же, и позаниматься, и в том числе пообщаться, потому что все знают, что женщинам общение очень нужно. Поэтому женщина приходит в какой-то родной клуб, общается, и в раздевалке общается. Здесь мы тоже очень часто и притчи рассказываем, какие-то анекдоты, одновременно занимаемся. То есть у нас получается и физическая нагрузка, и разгрузка каких-то проблем, которые накопились за день. Чтобы оставаться в хорошей физической форме, желательно тренироваться три раза в неделю. Елена Абрамова пришла в спортзал в ноябре прошлого года, чтобы заниматься йогой. Правда, когда физической нагрузки стало не хватать, девушка перешла на более активные направления и даже смогла выиграть годовой абонемент на посещение занятий. У нас были соревнования. На следующий 2018-2019 год выиграла годовой абонемент. А в чем соревнования заключали, что вы делали? У нас были участницы, стояли на время в планке, в уголке у стены и отжимания. По итогам состязаний Елену признали лидером по количеству отжиманий среди других участниц фитнес-клуба. Ее личный рекорд – 64 раза. Девушка признается, помимо спортивных достижений, утренняя зарядка позволяет ей оставаться в тонусе весь день. Утренние тренировки заряжают очень большой энергией и дают ее на весь день. Очень позитивное настроение отсюда, когда выходишь. И коллектив достаточно приятный, девочки все такие добрые, всегда помогут. Кстати, большинство упражнений можно выполнять в домашних условиях, а иногда и вовсе выходить на улицу. Польза таких тренировок очевидна. Свежий воздух насыщает наш организм кислородом, улучшает обмен веществ и стабилизирует работу сердца. Кстати, занятия спортом помогают не только улучшить самочувствие, но и бороться с осенней хандрой. А если на физические нагрузки все же не хватает времени, существуют и другие, не менее действенные способы поднять себе настроение. Какие именно, узнаете из нашей рубрики «Советы психолога». А мы сегодня все-таки остановимся на осенней хандре и апатии. Как ее избежать? Первое. Побольше, пожалуйста, гуляйте. Причем гуляйте и после дождя, и в солнечную погоду. Следующий момент. Окружайте себя, пожалуйста, близкими людьми, но позитивными. Не забудьте и про рацион питания. Перейдите, пожалуйста, осенью на правильное питание. Уберите сладкое. От нашего самочувствия зависит и наше настроение. Побольше в осенний период в вашем гардеробе должно быть ярких, сочных, насыщенных оттенков. Это не значит, что вы должны ходить как павлин, но все-таки окружите себя в одежде очень насыщенными, для вас комфортными, позитивными тонами. Важно не просто сидеть в офисе, а перейти и на активные какие-то виды деятельности или, может быть, спорт. Кроме этого, разнообразие – это всегда враг хандры и плохого настроения. Вспоминайте о своих старых хобби, нереализованных мечтаниях и, пожалуйста, осенью начинайте их реализовывать. Если все перечисленные выше пункты вам не помогли, то тогда вам все-таки нужно идти к психологу. На этом у меня все. Актуальными и полезными советами с вами делилась Екатерина Рожкова. До встречи в эфире. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!